Всем доброго времени суток. Вот в такой коробке я получил этот прибор, все что не было написано, больше ничего. Единственное что не было инструкция, сам прибор был запакован в этот мешок, ну и щупал вот здесь лежали. Больше ничего не было. Инструкция представляет из себя вот, вот все. Вот все что у него есть. То есть все на китайском ничего толком прочитать невозможно. Ну а теперь перейдем к самому прибору. Что меня в нем насторожило. Сейчас я пропущу немножко что-то тихо пониже. Я его зарядил уже. Меню прибора на английском языке. Включаем. Версия прошивки 2.19.03 по-моему. Ну вот и переходим в меню. Приходим в меню. Первое. Сюда мы заходим. Выходим нормально. Третий пункт. Тоже все нормально меняется. Четвертый пункт. Так, что выключил. Не понял. Четвертый пункт. Тоже все меняется. Доступный. Пятый пункт. То же самое. Настройки доступны. Шестой пункт. Тоже все работает. Доступно. Седьмой пункт. А седьмой пункт нам не доступен. Никак. Если нажимаем hold, мы попадаем непонятно куда. Такое ощущение, будто это второй пункт. То есть если посмотреть второй пункт, он выглядит точно так же, как якобы седьмой, если зайти на него по этой кнопке. Вот в него он не пускает. Нажимаем сюда, попадаем во второй пункт. Далее это не все еще. Идем в восьмой пункт факторы reset. То же самое. Заблокирован. Нажимаем сюда, попадаем во второй пункт. Вот такая вот непонятная вещь. Подаем девятый пункт. Тоже доступен. Выбор языка. Это я не знаю, что БУ и ЦР. Вот, 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 вот. Ну и выходим из этого меню. Теперь касаемо калибровки щупов. Здесь только надпись hold. Zero здесь отсутствует. Как калибровать щупы мне решительно непонятно. Если пробуем их свести вместе, то ничего нету. В то же время, если мы берем их разворачиваем вот так, у нас получается нули. Но это два Ома. Диапазон измерений. Если мы меняем на двадцать миллиом, то у нас такого уже не получается. Получается три сотки. Две сотки миллиом. И калибровку выполнить нечем. Потому что нажимая сюда, ничего не происходит решительно. Hold. Короткое нажатие. Длинное нажатие. Ноль реакций. И как выполнить калибровку в этом приборе, я ума не приложу. Если кто-то знает что-то по этому поводу, напишите в комментариях. И да, смотрел я на Алиэкспресс отзывы по этим приборам на различных магазинах. И наткнулся на подобный отзыв, точно такой же как и у меня. На официальном, якобы не знаю правда или нет, магазине Aure, или как она там читается. В общем, точно так же заблокирован седьмой и восьмой пункт меню человек писал. И никакого ответа от продавца не последовало. Так что вопрос непонятный. Это все-таки оригинальная модель или все-таки хорошая китайская подделка? На этом все. Всем пока.